Привет моим любимым зрителям! Вы слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет. И 1 декабря вышла игра Empire of Sin. Я так понимаю, что это тактическая стратегия от Paradox Interactive, она издатель. Видимо, что-то будет в духе XCOM, но только про... Про мафию. В общем-то, что гадать, давайте запустим и... И сделаем первый взгляд на это дело. Мы выбираем босса. Оборванцы. Лос Лусерос. Банда Салтиса. Шулеры. Чикагский синдикат Аль Капоне. Так, что это? Банда Донована, конечно... Единственная выборка. Голди Гарно, все радости у вас. Предсказатели. Ну, выглядит интересно в любом случае. Ладно, давайте еще всех... Всех, а можно всех посмотреть? О, китайцы. Хипсинг, даже еще флаг. Несовременный. Ну, это, очевидно, между первой и второй... Ну, короче, это ревущие двадцатые. Стоимость охраны борделя меньше, вероятность облавы... Блин, способность босса украдить и львов. Ну, серьезно? Вы и меня, мы будем чистить эту городу. Блин, слушайте, их реально дофига. Последние слова с точностью хирурга. Разведите в цель всю обойму своего пистолета. Ага, вот мы вернулись. Так, кто мне из этих больше всего понравился? Не, ну Аль Капона будет слишком... Слишком изи, вот это мне нравится. Давайте за ирландцев, за Фрэнка Донована. Не знаю, вражеские фракции... Ну, как вы понимаете... Не думаю, что тут имеет смысл на что-то менять. Давайте по умолчанию просто попробуем. Фрэнки Донован прибывает в Чикаго 17 марта 2020 года. Сто лет назад ровно. Это было сто лет назад. Мне шепнули ножку, что вы меня искали, Пэдди. Давай обойдемся без этой ерунды, ладно? Зачем мне здесь? Да, акцент, кстати, есть такой ирландский. Да, акцент, кстати, есть такой ирландский. Ирландский. Ну, давайте используем убеждение за 600... Ну, перед ирландской республикой, как вы понимаете. Совершенно... В 17-м году, по-моему, Ирландия обрела независимость. Боже, у него костяшки вот прям так... Так прям красным отмечены. Прям так... Вообще не заживают, очевидно, да? Разгуливая по улицам, опасаетесь бандитов, которых тут полно... А мы... А мы разве не бандиты? Фрэнки оказывается на улице Чикаго, которые скоро станут принадлежать ему. Так... Так, это у нас обучение будут. Ну, давайте... Пускай показывают. Ну, понятно, что Васт у нас... Перемещает камеру, QE вращает, ZX удаляет, приближает. Ну, хорошая, кстати, на Юнити игра сделана, но выглядит чёток. На Юнити я и похуже видел, честно говоря. Правой кнопкой двигаться. То есть мы... Нам бы... Вот жалко, что, кстати, на колесико-мышке не крутится камера. Что ты мне бибикаешь? Ещё один бибик, я бы ему... То есть мы тут будем тренироваться в драке? Пошаговая система боя. Сверху вы видите очередь. Определяется характеристикой инициативы. Если враги действуют вместе с боссом, этот босс будет показан под их портретами. Так, окей. Одно очко действия. Одно очко действия. Ну, мне кажется, у нас ближний бой. У них там пистики, я смотрю. То есть сюда я пройти не могу. А где мы вообще очки действия? Внизу расположена панель действия. Можно прыгать только при наличии цели. Для выбора цели нажмите Tab. Окей. А вот это разгул ярости. При убийстве восстанавливаются очки действия и перезаряжается способность. Так что я, наверное, разгул ярости попробую. Урон от 40 до 45. У него, собственно, столько хитпоинтов. Готов. Готов. И она у меня перезаряжается. Два очка действия. Как правило, действие отнимает одну очку. Честно говоря, очень похоже на XCOM. Будем честны. Но я еще раз использую, потому что раз я убил, значит, слушайте, ну все 25%, потому что, видимо, он типа за стенкой. Не важно, что я, типа, рукопашную убью. Ну да, 25. А если я подойду, то у меня очки действия кончатся, я так понимаю. Давайте, может, наоборот, тогда спрячемся. И в наблюдение встанем. На, тварина. Ну, короче, система, это какой-то реальный XCOM. Просто конкретный XCOM. Так, что у нас тут по юнитам? Ну, поэтому идти навалять. Что тут? Он вне наблюдение. Не в наблюдении. Так, если... Ага, это восстанавливаться будет, да? Да, просто ему... Вообще только 25% интересно. Что-то неправильно. То есть я подошел вплотную и... И наваляйте ему. И это все? 164 бакса. Отлично. То есть мы захл... Ну, нас пока учат, очевидно. О, давайте мы его назовем... Ммм... Я думаю, это заведение будет называться... Пьяные... Жевжики. Вот так. Подпольный бар, пьяные жевжики. Вот так. Подпольный бар, пьяные жевжики. Ммм... Четыре разных характеристики, которые мы можем улучшать. На панели справа показан текущий уровень безопасности. И то, что вы получите при следующем обновлении. Выбрать улучшение. Ничего, что это 2636 стоит, а у меня 34... А у меня только 3400. Нормально? Не, ну давайте нас как бы обучают. Пять охранников. Снаружи два и внутри три. 25 дней. Ну и... Хм... Я не хочу, скорее... Что-то как-то деньги не отнимаются, походу. Тогда можно ускорить, раз ничего. А нет, отнял. Вы знаете, вообще-то вот где-то в 99-м... была игра... Я не помню, как она называлась, по-моему... Возможно, мафия конкретно называлась. Но, блин, реально очень похоже на управление того, что тогда было. Или в 2000-м. Ну... Давайте улучшим сцену артистов на имен. Я не очень понимаю, там... Теперь, давайте отсюда. Ты у нас есть другая работа, чтобы сделать. Я не знаю, стоит ли мне привлекать этих криминальных авторитетов. Смотрите, это Мария Родригес и Хью Миллер. Нанять... За ноль баксов, ежемесячные жалания два... Они еще и за проценты работают. Ну, это нечестно, что они проценты получают. Есть свое мнение о людях, с которыми не работают. И найти ищущих работу гангстеров. После того, как вы становитесь более мощным, вы получите доступ к более жестким, скиллым гангстерам. Задание? Поехали. Тут где-нибудь вообще задание... Видно? Журнал заданий. Вот оно. Активное. Так, чтобы создать команду, удерживайте. Ага, надо команду еще создать. Это уже сделано. Видишь? Сейчас у тебя есть команда. Только в час... Только не протянешься, сегодня будет спиртного. Еще мало кто не протянет, если в нем не будет спиртного. Давайте захватим пиво в армии. Эй, блин. Ух ты, вот смотрите как... А вот и карта мира, собственно. Это Чикаго. Ребята, это Чикаго. Фолтон Маркет, маленькая Италия, Вестлубгейт. Кстати, надо в Чикаго съездить. Далековато, конечно. В Чикаго интересно. Лететь. Ну да, наверное, лучше лететь. Так, ну а где мы вообще что-то... То есть я отдалил? Ага, вот показывает. Отлично. Где мы находимся, оно показывает. И это что за район? Фолтон Маркет. Угу. Хозяин района никто. Процветание плюс 10. Предпочтение первый сорт. И заведение. Всего 38. Нифига себе тут заведений. В одном районе только 38 заведений. Нормальненько. Нормальненько. Так, хорошо. А вот это пиво... Нет. Да, вот пивоварня. Вот сюда нам надо идти. Окей. Так, отправиться сюда. Аймана. Так, а где моя... Упс. А почему... Мясники были готовы к встрече с вами. Будем надеяться, что они также готовы к встрече с создателем. Подождите, а почему только я один пошел? О, чувачок завис. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Хе-хе. Run, Forest, run. Так, не, ну это не прикольно. То есть, почему остальные мои ребята не приперлись сюда? Так. Давайте. Так, у него 41, да? Если я сюда подойду и мочкану его... А, у меня не хватает очков. Блин. Это тупо. Так, можно как-то начать? Нет. Нельзя, да? Странно. Почему у меня тогда хватило очков... Я подходил, и у меня хватало очков движения. Не, ну это не честно. У тебя я вернусь сюда. Конечно. Тупо вот так. Ну у меня хотя бы защита будет. 16. Видите, у меня 150 хит по... Сейчас много нанесет урона. А он просто подошел. Так. Окей. 75% разгула ярости. А почему ты обходишь? Ох! 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 Хи-хи-хи-хи-хи-хи-хи. Урона нанес. Так. Вернемся сюда. Вам... Вернемся сюда. согласитесь можно просто 25 вот ты стоишь за углом у тебя только 25 вот 89 ладно давайте выстрелим на черном рынке можно купить все что угодно характеристики и эффекты всех предметов отображаются на верхней на панели в правой части экрана купите что-нибудь хотя бы хоть бы посоветовали что купить что-нибудь купить и так у меня 2 600 я бы конечно томсона купил я вот стопудово уверен что в двадцатых томсон не стоил 5117 сейчас вот сейчас вооруженных магазинах за 300 400 долларов можно вполне нормальные штуки ну конечно там пистолеты это не автоматы но в двадцатых 5000 это как сейчас не знаю как сейчас 500 тысяч наверно не вы прикалываетесь мясницкий тесак 7000 то есть автомат томсона 5000 мясницкий тесак 7000 nice вот это ценнообразование вот это я хочу сказать стетоскоп так гейм-дизайнер игры сидит такой чтобы нам такого добавить в защиту начального давайте знаете кого-то предлагает в этом на рукавники или не знаю какой-то самодельный бронежилетный такой стетоскоп стетоскоп плюс 5 бонуса к защите и плюс 30 процентов максимальному здоровью как стетоскоп может дать 30 процентов к здоровью вообще что это вы приходите в поликлинику это врач стетоскопом и вы такой понимаете вот этого чувака здоровья плюс 30 процентов почему и я конечно эту фигню куплю но ты но это же бред ну продано стетоскоп продано набор врача исцеление ну давайте возьмем еще исцеление на всякий случай тупо проверить все так хорошо я то вломлюсь но почему вот эти ребята не со мной не сам но почему они вот тогда к со мной вместе не перешли и можно ли как-то инвентарь посмотреть где стетоскоп так теперь мы втроем вламываем все все никакое атака уверен хочу напасть пивоварни обычно хорошо охраняются да вы знаете вот я в минске жил недалеко от оливарии то пивоварня ну пивоваренный завод я бы даже так сказал реально хорошо охранялся давайте смотреть у нас тут раз парень два парень 3 это вообще хрен знает кто сначала хожу я то все мои вторым первые ходят да он стоит тут шесть я выстрел скву 69 процентов снижает вероятность получить критический урон может на карточки встать действительно а потом выстрелить это одно очко действия так понимаю а завершает ход было написано блин а вот я тупой this is not good выстрел из дробовика но это явно надо поблизости вообще-то делать но видите он наносит урон так хорошо давайте сюда подойдем сколько он очков действия тратит просто завершает ход одно очко действия начнем дать начал сюда подойдем ты зря сюда перебежал сейчас тебе прилетит блин давайте вот этих класс а как вот поэтому промахну я да то есть мне чисто спросить обня на будущее вот как так вот как вот находиться на выстреле на пути дроби чтобы в тебя не попала так у нее что за способность очередь несколько выстрелов в одну цель мне кого-то из них двоих надо убить я думаю давайте могут куда-то сюда перейдем я думаю вот этого надо а просто выстрелить нет 46 этого вообще не видно 21 ну давайте 46 ладно уже не убьет убивает но мне просто интересно вот это шанс попадания здесь как в экспоме или они у них свой так вот это наверно должен умереть мне кажется выстрел больше понимаете ну значит нам наверно надо стрелять потому что у меня явно хватит пуль тем более что он последняя а нет не последний чего то есть ну вот этот умрет да вы прикалываетесь сколько там шанс был так это это xcom это тупо xcom 74 процента 74 процента 74 почему она обижал его не понимаю 9 господи промах это xcom ребята это xcom так мне сейчас надо видюшку с лесли нильсоном вставить ну это же бред это же бред только это вот так вот в упор ну почему вот почему нельзя прописать что если ты стоишь в упор с персонажем каким-либо это просто сто процентов сто пудово попадания ну почему вот почему так не сделать 75 процентов ты стоишь в упор 75 процентов что ты попадешь рукой рукой я даже не стреляю рукой почему набегать я не понимаю фигася он ругается так давайте кого-то отсюда выстрелим в прошлый раз он промахнулся стрелял дробовиком а 55 ладно тогда и тут 55 но эти из пистолета просто я а я понимаю что 55 процентов это большой шанс на промах но мне вот меня каждый раз вот это вот ну вот серьезно вот вы представьте сериальную ситуацию вот такую 55 процентов просто я ну я не знаю я меня это очень сильно вот подобное выбивает из колеи всегда 26 процентов но у нас тут нету ничего что ничего 26 процентов вряд ли попадет да но почему все ну почему я не п почему и он ну ладно все у меня очень много вопросов к происходящему на экране честно говоря 60 сюда бы стоять 69 я прямо отсюда выстрелить почему 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 то это вот почему у того 70 процентов а у этой чувихи наперед 26 процентов это исходя из того что они хреново стреляют да ладно мы захватили пивоварню знаете что мне кажется надо делать разработчикам игр вот ты в игре захватил пивоварню и тебе присылают реальный пивасик на домашний адрес правда я пиво не люблю мне это нафиг надо френки мать его донован давай а ты умеешь констатировать очевидные факты досрочное рождество вызывает нас на переговоры выйти из пивоварни а что если я не хочу выходить из пивоварни вот как бы можно можно вот игра в этот момент превращается в симулятор пивоварни и я как бы руковожу пивоварни нет жаль переговоры с другим боссом дело серьезно обычно не проходит в заведении которым владеет босс но могут состояться и внутри убежища перейдите на карту мира чтобы найти убежище ронни вот оно то есть его убежище рядом с моим подпольным баром пьяные же ужики так а пивоварню я могу переименовать я бы хотел пивоварню переименовать переименовать у меня есть несколько выбрать здание хочу пивоварню переименовать что такое я хочу и ребята мне не дают пивоварню переименовывать это сразу минус конечно к оценке игры это это фигня так а вот еще раз вот я выбрал всех троих да о идут отлично я просто в прошлый раз видимо на миник но это тоже тупо мне никто не сказал что типа я могу на миникарте всех троих выбирать слушайте вот это стопудово это очень похоже на ту игру я сейчас даже посмотрю нашел не мафия она называлась это мафия конечно это то что сейчас ремастер вышел это это не та я имел ввиду гангстерс орг органайз прайм в 98 году выходила игра вот реальными такое дежавю просто происходит очень похоже игра 90 22 года назад вышла игра которую сейчас решили видимо ну типа под видом того что новая игра ну это очень похоже просто очень похоже если у меня среди зрителей есть те люди которые в эту игру играли и у них тоже дежавю то конечно отмечать в комментариях но если нету дежавю то тоже отмечать говорите нет ты не прав по моему этого чувака более уродливое оружие завязывай пороть всякую чушь и и и какого-то украл такое чувство юмора ронни стал бы я тратить время попусту работаете то есть у нас нет даже нам даже не дают варианта по поработать на него поработать на него у 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 Вау! Сразу бой с боссом. Так. Ну вот я сразу рядом с кем-то. Да, надо сразу разгул ярости использовать. Я не понимаю, почему он обходит. Реально не понимаю, как бы... Ну ладно. Так, и у меня еще одно... Еще одно очко действия получается, так. А где сам босс? А, он вообще совсем ни хрена себе. Так, ну... Надо по этому... Работать. Фига себе! Почти убил. Ну давайте добьем. Так, отлично. У нас еще один чувак за шкафом. М-м-м... Not good at all. No good at all. Ну давайте тоже сюда встану за эту фигню. Я так понимаю, что я по нему не попаду нифига. 16 процентов. Стоит ли? Давайте наблюдение поставим. Тоже в наблюдение встал? Да, тоже в наблюдение. Так, ну нам надо, наверное, с боссом... Пытаться что-то делать. Сто пятьдесят. У меня сто сорок два. А так... Ну мне, наверное, все-таки надо его подручного сначала валить. И так, чтобы встать вот... Чтобы этот парень меня не завалил, да? Давайте... Блин, так вот нету защиты. Блин, что... Какого хрена я... Я на васт жамкал, чтобы перейти куда-то. Кью... Кью атаку делает. Ну охренеть. Чтоб сгорел в аду тот, кто такой горячую клавишу поставил. Просто гореть тебе в аду. Рядом с перемещением... Карты. Ты такой молодец. Так, куда меня спрятать? Давайте сюда. Блин, я тут не добегаю. Да ё-моё! Блин, ё-моё! Ладно, давайте хотя бы сюда. Ладно, давайте хотя бы сюда. Выстрелит. Нет? Да. Отлично. Кайф просто. Так, 55 и 55. 75... 75... 45... Сейчас надо этого, наверное, завалить. Ай, 75% промах! Идите в жопу последователей XCOM'а просто. Просто вот... Конкретное вам направление. 49. Вот это 49%, посмотрите. Хочешь посмотреть? 49% шанс попадания. Просто... Вот ты стоишь напротив человека, у тебя 49% шанс, что ты попадёшь из автомата. Из автомата. Ты будешь... Ты там... Не салфетку? Да, без очков, скорее всего. Да блин, даже... Я даже без очков лучше попаду. 49% просто. Что это за говнина? Я сейчас прям к нему вплотную подойду. У меня просто даже интересно стало. Внезапно, насколько... Это как... Это вот нездоровая вот эта хрень. То есть, люди не очень понимают, почему XCOM'а стал популярным. Они считают это вот из-за того, что... А, вплотную... Вплотную 46%. Промах! И, блин... Просто... Просто в лицо ему в автомат всунуло, и промах был. Да, мозг не задет. У создателя этой игры. Блин. Я не... Нет, слушайте, ну выглядит хорошо, но я... Я просто... Я не понимаю, почему это делается. Зачем? Ну это так фрустрирует просто. Боже мой. Бузи-бузи. Так, вот это мы, наверное, добьем? Сто процентов внезапно. Удивлен. Не понял, он еще и не умер? Боже, я устал себе фейспалм убить сейчас. Удивлен. Я просто специально всех заведу в этот конус, чтобы прям вот всех задело. Я хочу, чтобы хоть кого-то задело, кроме соперника. Нет. Ну это... Ну это не серьезно. Вы стреляете из дробевика, но сделайте в эту механику, чтобы задевало ваших тоже людей. Почему нет? Почему нет? Ну это же логично. Ты из дробевика лупишь. Присядем. Так. Могу как-то его обойти? Могу. Давайте вот сюда пойдем. Ну тут я хотя бы понимаю, почему он не попал. Бежим сюда. А что тут 30%? Это защита у нее такая? Ну ее давайте вот сюда переместим. 69. То есть у нас только наш герой вменяемый какой-то. Вообще удивлено, что 69% попало. Обычно 69%. Вот 95% еще, может быть, попадешь. О, время... А где вообще сколько у меня пульс? А, 0 из 5 вижу. Сорян. Да, надо перезарядить. Нифига себе, чувак, побежал. Так, ну вот отсюда... Ага, понял. Это показывает. Так, 30%. Вот отсюда... Вот отсюда 60%. Серьезно. Из дробовика. 60% шанс попадания из дробовика. Вот отсюда. С двух метров. Какой... Я бы сказал... Шанс, что в тебя не все дробинки попадут из дробовика. С двух метров примерно 60%. Попал. Еще и Крит. Егор Крит, блин. Это вообще какая-то вот отмороженная. То есть ты вплотную подходишь, у тебя шанс попасть 46%. Класс. Просто класс. Сюда давайте. Аймана. Какие тактические перемещения. Просто... Просто нет слов. 20%. Отсюда. Конечно, я не знаю, кто подбегал. Надо было на месте остаться. 40%. Ну, мы сразу выстрелим. Попал. Ух ты. Его выкинуло. Тогда мы просто вот в открытую будем подходить. Стрелять очередью, но... Очевидно, что... 47%. Ну, давай. Одно попадание получилось. С другой стороны давайте обходить. Сюда встану. Хайн по этим стреляет. Хайн по этим стреляет. О, тут 90% отсюда. Вот это я понимаю. 100%. Вплотную подходишь. Из дробовика просто все дробины тебе в лицо прилетают. Вот это я понимаю. Вот это честно. И он еще не умирает. Вот понимаете, вам все из дробовика прилетает в тело. Все полностью. И вы еще стоите дальше. Вот это живучесть. Конечно. В 47%. Я не понимаю, почему он... В... 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 Ну давайте. В... 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 Ачивки получил. целительный тоник получил восстанавливать 30 здоровья каждый раунд три раунда действует и отношения с фракцией с полиции щегака использую испортил отношения что это за фигня мясники ликвидированы империя переходит к нам спасибо за просмотр! ты получил первую защиту защищенную за все ценности твоя защита дает вам оборудовательные и противоположные но и все остальное твоя защита нужна безопасность она также имеет небольшую брульку в том, что все остальное вы можете улучшить как нужно но чтобы выиграть это не так нужно больше всего сейчас нужно делать ноги в общем я могу сказать что это современный ремейк гангстерс органайз край это хорошая игра я помню свое время в ней много провел времени бои это xcom 2 это блин ну вы по-моему сами все видели давайте надеюсь у меня еще в комментарии фанаты боев из xcom придут и расскажут мне как это классно вот это вот стать вплотную и не попадать в никого то есть тактика она всегда хороша так тактические бои мне нравится когда вот это вот но это просто поджигает вашу маленькую попочку я волнуюсь за свою попочку она у меня одна все-таки сгорит и что мне делать дальше в общем вот первый взгляд на игру хочется ли вам посмотреть дальше моим исполненную я наверно стрим стриму буду делать зависит от ваших комментариев от просмотров на этом все играйте в умные игры и всем пока спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока